МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу персональный акцент. Сегодняшняя наша встреча посвящена теме поиска истины. Как журналисты искренне и по-доброму завидую физикам, покопались и выяснили ядро состоит из протонов. Истина. Завидую математикам, помните, переменами слагаемых сумма не меняется. Тоже истина. Вот так бы в политике. Наука человековедения самая сложная, но и здесь свои простые правила, которые сродни христианским заповедям. Не укради, не обмани, не уби. А ведь с каким количеством обмана нам и не только нам, журналистам, приходится сталкиваться. Здесь важно вовремя расставить акценты. Сегодня у нас в студии с новой порцией разоблачительных фактов человек, который в особом представлении не нуждается. Но все же представлю. Председатель общественной ассоциации Молдова МЯ, Федор Гелич. Здравствуйте! Добрый вечер. Буквально несколько дней назад, на днях точнее, вы обратились с заявлением к нашим молдавским прокурорам с призывом расследовать дело, связанное с именем политика, который буквально лишил собственности определенного количества пенсионеров. Я вспоминаю наш с вами телефонный разговор, говорилось именно об этом. Если можно, раскроете скобки и более детально. О чем идет речь? Ну, вы знаете, мы случайно оказались вовлечены в это дело. Почему именно в это дело? Потому что я не знал, что там в этом деле есть громкие фамилии, которые были на площади, призывали людей бороться с властью, с воровством, с хищением, победим коррупцию, защитим бедных и так далее. Я признаюсь честно, у меня очень много дел, у меня по всему, я сегодня еще и официальный представитель международный, международный, у меня завал полнейший. Но пришло два человека. В районе аэропорта на территории акционерного общества они арендуют помещение, там занимаются ремонтом автомобилей, там покраска, автосервис. И пришли, вот, Федор Васильевич, мы вот пришли к вам, пришла какая-то компания, вооруженные люди с автоматами утром, рано утром всех разогнали, поставили своих людей и наше имущество там заблокировано, закрыто и нам не выдают, ставят нам условия, значит так, были те хозяева, вы у них арендовали, а теперь будете нам платить. И повысили в два раза арендную плату. Я, ну, как-то, ну, это классическая проблема у нас в обществе. Смены, видимо, владельцев. поднялся один хозяин пришел второй хозяин, ну, жалко людей стало, я говорю, давайте поехали, ладно, поехали на место разберемся. Выехали мы туда, это находится в аэропорту, там, где микрорайончик, с одной стороны ряд идут коттеджи, шикарные коттеджи, конечно, а с другой стороны по 90 градусов строятся прямо к забору многоэтажные дома. Ну, я пришел, зашел, чиня хозяин тут, ну, с кем можно поговорить, охранник зашуганный, да я не знаю, тут вот меня назначили, и тут пришли люди, короче, пришлось вызвать полицию. Очень типичная ситуация. Да, я вызвал полицию, ну, у человека забрали собственность, это его имущество, он уже не хочет там вообще ничего арендовать, он хочет просто забрать свое имущество. Но повадки бандитские, конечно, с обосновленным чувством справедливости, это моя проблема, я ринулся в защиту, что это, что за номера такие, что за компания, как так можно к людям относиться, ну, пришли новые люди, их не устраивает ваши условия труда, более, вернее, условия оплаты, более того, они требуют денег, не дают никаких подтверждающих документов, приходного ордера, кассовый чек, то есть абсолютно, это просто... Сначала, мне кажется, должны были какие-то переговоры пройти, контракт, не договоры, ничего, и меня это заинтриговало, и я, как обычно, кинулся в эту разборку, и наткнулся на очень интересное дело, оказывается, там, чем, я не буду рассказывать, долго рассказывать, как мы быстренько, в течение буквально двух-трех суток, раскопали целое дело по этому случаю, так вот, эта территория, когда-то в прошлом это было ПДМК, если помните, это были дорожно-механизированные колонны, которые занимались строительством дорог, то есть, когда пришла приватизация, это в 90-х, в конце 90-х годов, этот трудовой коллектив в процессе приватизации, и они, значит, были реорганизованы, организовали акционерное общество, под названием АВИНТ. То есть, сами работники стали акционерами? и все они стали акционерами, и так получилось, что у них, значит, где-то 84% акций трудовому коллективу, и 16% в какой-то фирме, там, она сейчас называется ДРУМ-96, все, они работали, у них на балансе карьер, то есть, они занимались строительством дорог, и так далее. В 2010 году они, запасы источников в карьере закончились, и, в общем, они приняли решение ликвидировать само это акционерное общество, вернуть государству все средства, не только государству, там были кредиторы, список кредиторов, суд апелляционный назначил администратора государства, на которую, в которую полномочия входили это ликвидировать все эти долги, рассчитаться с должниками, и остаточная сумма, которая будет выручена от продажи, а там 17 объектов недвижимости, Кишинев, там, представляете, 2 гектара земли, там, там, бабки, будем так говорить, хорошие деньги. Да, вдруг эта компания, которая называется Друм 96, у которых всего 16% акций, подает иск в суд и требует суд признать их собственниками всего абсолютно имущества, движимого и недвижимого. Они представили какие-то документы, договор, и так далее, и так далее. Представляете себе, да, коллектив 300, 290, почти 300 человек и какая-то компания с 5 человек. Но самое интересное, мы, все документы, я их вот здесь вот привез, чтобы вы видели. Значит, первая инстанция, конечно, защищает трудовой коллектив. Ну, 84 и 16, есть разница, да? Более того, была проведена ревизия, проводил ревизию Центра по борьбе с коррупцией. Они целый месяц там находились и проверили самого источника организованного этого предприятия, кто эти объекты строил. Они, оказывается, строили эти объекты собственными силами. То есть, это изначально все они обустраивали и строили своими руками. И в акте Центр по борьбе коррупции указал, что это все объекты и перечислил эти объекты находятся в них на балансе. Это один из основных документов. Более того, в 2010 году они, это все объекты, они были зарегистрированы в кадастре. То есть, есть и выписка с кадастрового органа, что эти объекты принадлежат этому акционерному обществу, этому трудовому коллективу в пропорции 84 и 16. И вдруг появляются какие-то документы. Эта компания из 5 или там 4 человека подает иск в суд. Первая инстанция защищает трудовой коллектив, отказывает им. Они подают в апелляцию. то же самое. Апелляционный суд отказывает им и защищает трудовой коллектив. Естественно, шаг следующий это Верховный суд. Компания этот Друм 96 подает документы, а вы знаете сейчас процедура. Раньше на заседании Верховного суда обе стороны присутствуют и там каждый доказывает свою правоту. А сейчас ты только документы туда подаешь. То есть ты сам не присутствуешь. Уже отменили. Рассмотрение идет без присутствия сторон. И только документы подаешь. И вдруг Верховный суд выносит решение в пользу этой компании, которая имеет только 16% акций. Вы себе можете представить одним розчерком пера 298 человек остаются без права собственности, без объектов недвижимости. что было нажито. Все, что было собрано, а там уже среди них есть пенсионеры по давляющим большинстве, есть люди, которые уже умерли, оставили по наследству своим внукам, детям. И главное, что в этом списке оказывается более миллиона они должны были эти объекты продать, в первую очередь отдать бюджету. Свыше миллиона бюджету надо отдать, свыше миллиона надо отдать банку Сочалы, заработная помада, а ему надо отдать, они сейчас ликвидируются, эти деньги надо вернуть, ведь банку Сочалы взяли из Народного банка, из Национального банка, но эти деньги, те, которые вот так пораздавали, их надо собрать, то есть получается дважды обокрали, и 350 тысяч заработная плата. Я задаю вопрос, откуда государственный администратор может сейчас взять эти средства, чтобы рассчитаться со всеми кредиторами, в том числе государства, и еще оставшиеся средства раздать долевикам согласно имеющимся акции. Когда у него все забрали, пришли как бандиты утром рано, выгнали администратора, самое интересное, что две ночи, ночью, не днем, а ночью, поставили людей и сжигали все архивы, которые, это было вот сейчас недавно, сжигали все архивы, абсолютно на двух этажах. показания. все есть, люди все нам написали. И все, что было на двух этажах, те архивы, и в том числе документы, все сожгли, подчистую, это как фашисты сжгли, помните, в Бундестаге литературу, литературу, да, это вот примерно такой, когда я все это узнал, для меня было шоком, я много дел рассматривал. И мы начали интересоваться, конечно, подняли материалы, наши кгбисты, разведчики, у нас в ассоциации есть еще те волки, быстро мы собрали материалы, нам принесли и обнаруживаем. после того, когда уже Верховный суд вынес это решение, естественно, что надо дать должное государственному администратору, который молодец, он воюет до последнего, но он один. И когда он получил такое решение, которое никто не ожидал, ну первая инстанция, вторая инстанция, там даже не обсуждалось, потому что есть документы. И вдруг совершенно на 180 градусов разворот, и они проигрывают, и они эти материалы отправили в прокуратуру. И вот прокуратура, получив материалы, которые в суде, и суд уже вынес решение, отправляет все материалы на экспертизу. И судебное, национальный центр судебных экспертиз дает заключение. Документы этой компании, которые имеют только 16%, представленные в суд фальшивые. То есть вот вам классический рейдерский захват. Вот, вы понимаете, что дальше. Но ведь Верховный суд принял уже решение. Для меня, конечно, вопрос сразу возник. Мы встречались в прокуратуре, я буквально сегодня был на встрече, и мы готовим материалы, потому что, понимаете, Верховный суд уже принял решение. На основе фальшивых документов. Получается, что Верховный суд принял решение и нанес ущерб и людям, и государству, и банку, и вынес решение в пользу какой-то компании, которая представила фальшивые документы. Обнаруживает прокуратура и изготовителя этих фальшивых документов. Да, возбудили уголовное дело, когда пришли к нему, а он умер. Все, человек ушел. прокуратура производит руками. А кого привлекать к ответственности? Когда мы начали копать, я вчера прокурором, я с ними, они меня любят, и я пришел и говорю, минуточку, а я еще обнаружил документ. А кто изготавливал есть? А кто подавал документы? А кто защищал эту компанию? Вы знаете, я был в шоке, когда мы поднимаем документы, и мы обнаружили, что эту компанию продвигал и защищал и их интересы печать Андрей Настаси. Если можно, на камеру сразу покажите. Пожалуйста. Это копия. Где камера, где тут этот? Вот посмотрите. И мы обнаружили в деле, что оказывается помощь этой компании оказывал наш известный вот печать, написан Андрей Настаси. Это адвокатское бюро контролем, который бил себя в грудь, что он борец за правду, он сегодня мою санду президента толкает. Слушайте, а я бы хотел спросить этого Андрюшу. Андрюша, а ты думал, когда ты выступал на трибуне перед стариками, перед пенсионерами, которых ты забрал на площади, что одной рукой ты помогал фабриковать дело, ты лишил, ты, я не берусь, конечно, утверждать в данной ситуации, он соучастник, не соучастник, это уже выяснит прокуратура, но дело в том, что моральный его облик сегодня запачкан и не просто запачкан, он участвовал и выступал и естественно получил, вы извините меня, мы прекрасно понимаем, когда речь идет о таких объектах, которые стоят миллионы, Андрюша Настасия не получил тысячу лей за это, это я сто процентов уверен, дальше мы начинаем копать, документы представили Верховный суд, заверенные нотариусом, а договор вот он, это договор, который признали фальшивым, вы смотрите, нет, кто подписал, вот это договор, и заверил, еще раз на камеру, да, и вот заверил, посмотрите, меня удивляет, как никто не обратил внимания, посмотрите, тут не указано, кто арендатор, кто этот арендодатель, где то есть абсолютно, ну, вы видите, пустой договор, и кто-то заверил, вот этот, который заверил в конце, вот он умер, то есть привлекать к ответственности некому, но что они делают, они берут этот договор, когда они видят, что на первой инстанции, на второй инстанции дело не проходит, и перед тем, как в Верховный суд принесли документы, они идут к нотариусу, посмотрите, 90, вы видите, исправлено, исправлено, опять же, давайте тоже, какой-то год, какой год, 90 или 92-й, вообще непонятно, непонятно, и вот этот договор, как вы думаете, кто заверяет, нотариус, как нотариус могла заверить договор 18-летней давности, без присутствия сторон, есть печать нотариуса, да, конечно, дальше, мы пошли дальше, и обнаружим, что, кто же этот нотариус, оказывается, в этом деле, замешана Карпова, нотариус Карпова, из наших источников, является супруга, Карпова, бывшего министра реинтеграции, Евгения Карпова, да, да, это борец за европейское, и так далее, вот, этот, Татьяна Карпова, ну вот еще один документ, который тоже можно показать, на камеру, и сейчас я прокурору говорю, господин прокурор, как это нет лиц, против кого нужно возбудить уголовное дело, есть компания, есть нотариус, есть лицо, которое подавало документы, есть, конечно, и Андрюша, наш борец за правду, платформа, и рельсы, этот, который тоже, его подпись, он тоже знает это дело, тоже его надо потрусить, какой у него там вклад в это дело, то есть, тут целый список людей, которых надо провести через гестапо, а, они, видите ли, умер тот, который подписал и поставил печать, и, ну, кого взять, и, естественно, после вчерашнего разговора, этот, меня попросили все материалы быстро передать, и мы ведем мониторинг, и более того, я, честно вам скажу, это дело взял под контроль не только как председатель общественной ассоциации, который борется с коррупцией, но я как посол международной межправительственной организации под эгидой ООН, я эти материалы обязательно до конца ра проконтролирую, как все это работает, и представлю это в Организацию Дненных Наций, потому что мы говорим очень много об инвестициях, не будет в Молдову никаких инвестиций, когда вот такие подобные дела у нас происходят. В результате расследования еще, я и забыл, нам попали материалы журналистского расследования, в 2015 году проводились, и в этом журналистском расследовании, которое проводил Василий Горзаву, вот он указывает, что к этому делу имеют отношения Андрей Анастасий и Виктор Цопа. Когда я увидел эти документы, я пытался разобраться, а из чего он взял, Цопы тут, как они тут привязаны, и мы нашли, что на территории этого предприятия, после того, когда Владимир Николаевич Воронин разогнал в аэропорту компанию этих Цопов, помните, да, они через дорогу перетащили всю технику, перетащили все имущество именно на территорию вот этой ассоциации этого бывшего дорожного управления, и там они арендовали, там они были почти 10 лет. И оказывается, вот этот договор, АИР Молдова Интернациональ, вот он, подписал его бывший директор этого, или президент этой компании, господин, извините, извините, фамилия тоже известная, насколько мне стало известно, он тоже находится в Германии вместе с Топами, господин Ауш Виарел. Вот это его личная подпись, вот договор. Можно тоже продемонстрировать зрителям. Потом они это все переводят опять в другую компанию, Эксиком, вы слышали, да, это тоже под их контролем, они там находятся на территории этого предприятия трудового, там они уже хозяйничают, и там они, но самое интересное, я не мог понять связь в чем, и оказывается, обратите внимание, что компания ЦОПов находится по адресу, по адресу, значит, по одному и тому же адресу, где находится этот бюро Настази, то есть эта улица, так, помогите, назовите адрес, Шусева, по-моему, да? Шусева, да, 41. Да. И бюро Настази в этом адресе, и компания этого ЦОПов тоже по этому адресу. Надо что-то комментировать. То есть, оказывается, в одном и том же юридическом адресе находится компания, которая там, конечно, не заинтересована такую территорию хапнуть. Мы сейчас, у нас очень много предположений, очень много подозрений, ищем связь, где, потому что тут еще один факт мы обнаружили. Оказывается, вот письмо министра приватизации государственного имущества, когда имущество приватизировали, вот официальное письмо. Эти 16%, которые сейчас были... Это еще 96-го года. Да, это 96-го года. Мы нашли материалы, где 16% как оказались этой фирмой. Вот Друм 96, как их собственность оказалась. Оказывается, вот есть письмо. Читайте. Можно тоже зрителям показать. Вот есть письмо. Эти 16% принадлежат государству. Это государству принадлежат. И они просто получаются... Как у них получил? Вот читайте письмо министра. Вот как раз могут зрители еще раз объяснить. 16% государству и 84% трудовому коллективу. Как? А каким образом тогда переходят в руки эти 16% в руки этого предприятия? Вот поэтому, вы понимаете, тут столько всякого непонятного материала, но самые главные, конечно, за основу мы... В общем, тут мафия еще та. Я вам сразу говорю. Я много прошел проверок и участвовал, когда был в правительстве Утарлева, спецзадания получал. Я много этих схем видел, но вот такого ну, тут работали профессионалы. Понимаете, я разговаривал вчера с одним судьей. Ну, скажу вам сразу, что и в полиции, и в прокуратуре, и в судье есть порядочные люди, как в любом абсолютно части общества или учреждениях. И я это все разложил, и мы сидели два часа, изучали. И вот он мне говорит, Федор, понимаешь, мы... Вот вопрос, судьи, какую роль сыграли в этом деле? судьи. Ведь, понимаете, судьи вынесли решение, они же огромный ущерб нанесли не только этим людям, 280 человек, но они нанесли ущерб и банку, и государству, и лишили зарплаты. То есть, тут расстреливать надо, ставить в одну шеренгу, надо расстрелять. Это по законам Китая. Да. И вот он мне говорит, ты понимаешь, в чем суд дело? Когда мы получаем документы, пакет документов, за предоставление документов в суд отвечает каждая сторона, которая представляет. Но нет у судьи возможности, вот он получил этот документ, да, примерно. Ну, документ с печатями, заверенный нотариусом. То есть, понимаете, это сотни дел, там же просто дурдом, посмотрите, что творится в судах. Они же идут на заседание суда, и он с собой берет по нескольку материалов разных, потому что во время заседания он успевает там что-то подписать, что-то просмотреть. Это же дурдом, это не, я знаю очень много судей, я знаю очень хороших людей, которые уходят сегодня судебной системой. Говорит, вот сейчас нас могут привлечь к ответственности. Как вы упустили? Как вы допустили, что компания, которая 16% имеет акции, завладела всем, и сейчас нет возможности даже, даже нет возможности погасить кредиторскую задолженность перед государством, зарплату. Это же, это же преступление какое. но этот факт фальсификации обнаружили после принятия решения. То есть, до этого никто не знал, что компания и кто там это организовал, подсунули кушу. То есть, понимаете, судьи сейчас ответственнее, потому что они это получили после, но сейчас есть другая форма пересмотрения, это ревизия. Вот мы сейчас разговаривали с прокурором для того, чтобы сегодня немедленно взять под контроль, немедленно наложить арест на все это имущество, пока да, согласно регламента, трудовой коллектив передал дело в СПЧ, то есть, опять скандал будет. но я задаю вопрос всем, всему обществу. Это, если так рассматривать, а это капля в море, то, что я вам показал сейчас, а я знаю сотни дел, если не больше, те объекты, которые мы получили после Советского Союза, а это огромная база, материальная база, мы же таким способом все профукали, понимаете? и те люди, которые получили ваучеры когда-то, боны, как мы называли, кто-то в мезоне, кто-то в сигнале, кто-то в вот таких колониях, в колоннах механизированных, они остались без ничего, они ничего не получили, потому что появляются мошенники, но я вам еще один момент хочу, это такая структура, они работают в этой структуре и правоохранительные органы, здесь мошенники любого уровня, и в том числе участвуют власти, тут участвуют и судьи, это факт, не все судьи порядочные, есть подлецы и негодяи, я один вопрос задаю всем, а какая у нас существует в государстве защита вот от всего этого? Какова? ответа? Как? Хорошо, мы включились, мы потратили и сейчас кучу надо дел еще раскопыривать, а как можно сейчас расковырять все остальное, которое уже обманным путем приватизировали, перепродали, появляется добросовестный покупатель и все, и все голову опустили, государство потеряло, миллионы, миллиарды, говорят, украли, украли, вот это таким образом работает по всей территории республики. И естественно, что у нас должен быть орган. Я вот сегодня ехал по дороге и подумал, зная, я был в контролирующих органах при Воронине три года и получал спецзадания и знаю, как это все действует. Вы знаете, если президент захочет, он в праве создать при себе ну общественную палату, как вот в России, к примеру, да, контролирующую. Ведь при Воронине был эксперимент, ведь за 25 лет впервые Воронин допустил, я тогда руководил крупным хозяйством и был поседателем комиссии по ревизиям и получал специальные задания, вот типа такого. Никто не мог не купить, никто не мог вмешаться, никто там близко, то есть меня имел только на прямой контакт с премьер-министром. И я ему приносил материалы, я ему докладывал. Сейчас, но это было только 3 года, потом это все. Чего-то накопали, видимо. Я, да, признаюсь честно, я не буду сегодня называть фамилии, но в окружении Владимира Николаевича Воронина действительно были люди, которые были замешаны в отмывании денег. Я это накопал. И когда я принес Тарлию Василию Павловичу материалу, он и так темноволосый и черноватый. И когда я принес один раз материал на очень высокопоставленный чиновника из окружения Владимира Николаевича Воронина, он когда увидел и говорит, ты хочешь, чтобы меня Воронин и тебя вместе расстрелял? То есть, вы понимаете, это было во все времена. Но нужен такой Орган. Есть люди не подкупленные, Федор, мне кажется, достаточно было бы работающей счетной палаты, которая стояла бы на страже государственных интересов. Мне кажется, вот счетная палата, в чем ее функция? Именно функция ревизии. Вы знаете, вот по поводу счетной палаты, я в свое время как-то даже начал возмущаться. Говорю премьер-министр Почему я должен бегать? Подменять целый аппарат? У нас есть целый огромный аппарат в шикарных кабинетах из мрамора сидят. Это они должны заниматься этим. Я, ну, тишина и молчание. Ответа нет. Я с Ельфимом Александровичем, когда он был, Ельфим Александрович, я внимательно сижу за ситуацией. Вы разоблачаете, есть такая статья нецелевое использование. Под этой статьей расстреливать это мало. Я говорю, С Ельфим Александрович, когда я пришел в третью детскую больницу и увидел, что главный врач купил сотни тысяч вилок, которые нельзя применять при кормлении детей, эти вилки просто были куплены и в три цены были закуплены, я к примеру говорю, возбудили дело, там он получил условный срок. С Ельфим Александрович, вы выступаете публично, глава счетной палаты с бюджета в открытую ворует, нецелевое использование, это есть воровство. Почему вы не... Федор, я передаю все материалы, которые приносят, ревизии, вот нам, приносят, да, он их озвучивает и это отправляем, они же не имеют права, у них нет юридического права возбуждать уголовные дела, и мы отправляем все это в прокуратуру и как в яму, там все складируется тоннами и все это покрывается. Сегодня прокуратура давно стала уже архивом деятельности очень многих и бизнесменов, и чиновников, но пока это только архив, а вот если бы это заработало по-настоящему, возможно бы очистились многие бы ряды. Но у меня, Федор, вам два вопроса относительно нашей с вами сегодняшней встречи. Ну вот первый вопрос, я вас слушал и поймался на мысли, вы показали подпись человека, который умер, и вот если бы прокуратура остановилась бы на этом этапе, то дело бы дальше просто не развивалось бы, то есть осталось бы так, как оно сейчас есть, вот эти арендаторы изгнаны, появился новый собственник и начинают уже диктовать собственные правила. Так я правильно понимаю? Ну, я вам скажу, прокурор закрыл дело. То есть на основании того, что нет у человека, нет дела, да? Да, но подожди, стоп, минуточку. Ведь кто-то подавал, кто-то был юристом этой компании, а есть нотариус, который... Почему? Ну, вы знаете, стимула нету. Ну, какой ему интерес? Ну, он же не борец, он же не Робин Гуд. А профессиональные долги честь? Ну, вы знаете, при Советском Союзе Советская Армия это еще было. Здесь сейчас этого уже нет, это я убедился. И нам пришлось взять под контроль это дело. Мы ведем мониторинг. И сейчас прокуратура антикоррупции на основании нашего заявления обязана все обратно вернуть на начальный этап. И начинать, вот как мы, вот я все разложил с первого дня, как эти 16% вот письмо министра оказались в руках в частной компании, когда тут четко ясно написано, что принадлежит государству, это государственная акция. Как это так? Это тоже история, как с банками. Были государственные, и вдруг исчезли с государственного учета. Это что? И отсюда начинать и завершить сегодняшним днем. Поверьте, мы не дадим. Как мы в свое время, когда Филат был премьер-министром, если вы помните, мы потребовали возбудить уголовное дело против Филата. Трижды... Ваш подарок с намеком. Да, трижды прокурор нам отказывал возбуждение уголовного дела против действующего премьер-министра. Но, вы знаете, тут уже входишь в раж. И мы на суде трижды выигрывали, и суд отменял решение прокуратуры. Он... Суд видел, что тут Филат совершил преступление. И на четвертый раз прокурор, чтобы от нас отбрыкаться, принес постановление о возбуждении уголовного дела против действующего премьер-министра. Ну и, естественно, против меня сразу пошло дело, меня арестовали. То есть, вот чем заканчивается. Я к чему это хотел сказать. Если у нас никакой прокурор ничего не доведет до конца, если у нас власть не будет заинтересована в борьбе с коррупцией. Я два слова, извините, вспомнил. Приехал генеральный инспектор международного этого института нашего, мое начальство. И у нас был разговор, они пригласили меня в Украину, там была встреча. И мы заговорили об возможных инвестициях в Молдову. Но я заинтересованный, конечно, хочется, чтобы в Молдове что-то сделать. И вот он мне говорит такую фразу. Самая большая проблема Молдовы это коррупция. Коррупция есть везде. Но во всех государствах мира есть такое понятие, я переведу на наш фольклор, коррупция это как бурьян. Его убрать с огорода невозможно. Но периодически надо брать тяпку и пропалывать. Проходить так. Прочищать ряду. Да. Раз в неделю сапкой прошелся и все нормально. Самый буйный. В Молдове за время, я вам хочу сказать, 13-й год, когда Филат возглавлял правительство более коррумпированного правительства и власти во всех структурах, в МВД, в таможне, такого за всю историю, поверьте, я знаю, очень много знаю, такого еще не было. И он мне сказал, вот когда государство, в данном случае Республика Молдова, начнет прополку огорода, и мы увидим, что идет процесс обработки и контроль над травкой, травка должна быть 3 сантиметра, и постоянно по этой клумбочке коррумпированной должна проходить что? Газонокосилочка. Вот тогда мы поговорим об инвестиции. Вот в чем проблема? Понимаю. И все же, вот если расставить акценты, наше любимое дело на Акчен ТВ, если расставить в этом деле акценты, вот как оно вам видится? У кого какая роль в данном случае? Понятно, я очень надеюсь, что наш самый гуманный и справедливый суд, молдавский или европейский, расставит точки над и в этом деле, и справедливость восторжествует, и тем не менее, на ваш взгляд, у кого какая роль, и кто во всем этом, ну не знаю, бенефициар этого, вот этого рейдерского захвата этой территории? Вы знаете, я на данном этапе могу только предполагать. Я не прокурор, и в данном случае суд выносит решение степень участия каждого. но я считаю, что тут надо взять за хобот нашего помощника, близкого друга Майя Санду, кандидата президента, потрусить его надо. Ну да, нужно потрусить. Вы говорите об Андрею Анастасию. Да, Андрею Анастасию, обязательно, потому что, извините, без такой поддержки, так просто нагло идти, вы меня извините, логику надо включать, чтобы понять, какую роль он выполнял. Вот, кабинет адвокатов, то есть, он отправлял туда молодых этих пацанов, адвокатов, но сам держал под контролем. Вот документ. Потом, здесь есть, конечно, по моему мнению, тут есть хорошо законспирированная криминальная структура. Она имеет выход на первых лиц государства. то есть, имели, потому что это было в 2013 году. Сегодня они пытаются быстро, это имущество, получив решение Верховного Суда, быстро его приватизировать, то есть, как приватизировать, я имею в виду, завершить все дела по оформлению этих объектов, пойти, тут же, видите, как, сейчас кадастровый орган должен все 17 объектов перерегистрировать на нового хозяина согласно решению Верховного Суда. Ну, представьте себе, они не будут там раскрывать какой-то бизнес, они быстро его перепродадут. Быстро, потому что надо быстро продать и забрать бабло, так, как у нас происходит. и потом ищите Ветрополе. Я благодарен вам, что вы пригласили, потому что это не мое личное дело. Мы сегодня хотим, чтобы общество об этом знало, что происходит, потому что, честно вам скажу, я встречался там с представителями другого коллектива. трудяга с такими механизатором, он там всю жизнь отработал, сейчас на пенсию, и в один момент его просто, ну, понимаете, кинули как последнего. Товарь, не могу, вот я не могу, меня это так возбудило, так разозлило, и я сказал, сдохну, пусть они меня в тюрьму еще раз садят, но я доведу дело до конца. Ну, что ж, будем желать вам только успеха в этом деле, и будем по-своему помогать, как журналисты, освещать, это непростое дело, и, в общем-то, весь процесс движения к финальной точке справедливости. И, надеемся, она восторжествует с нашей с вами помощью. Ну, а тут, конечно, хотелось бы, чтобы это было как можно быстрее, потому что, наверняка, вы говорили о пенсионерах, о людях преклонного возраста, люди, которые хотели бы получить свои дивиденды от той трудовой деятельности, от того вклада, который они вложили в это предприятие. И сейчас ведь так модно стало, знаете, придумать очередную схему по относительно честному, отъему денег у граждан. А это вызов в стране, это оскорбление каждому гражданину. Вы знаете, два слова, если есть, можно? Я честно вам скажу, я очень надеюсь, что будет избран президент, который поймет, что сегодня без радикальных мер, радикальных мер по ужесточению наказания, всех не важно, должна быть в стране диктатура закона. Диктатура закона для всех, не важно, кто ты, сын президента, не важно, кто ты, дворник, для всех. Надо косить, несмотря на занимаемые посты и должности. И если мы не добьемся сейчас, я больше скажу, я предложу, не важно, кто будет президент избран, такой общественный контроль в борьбе с коррупцией. Мы должны быть все на страже вот того, что нас грабит. А ведь нас грабит группа людей. Они группы, они маленькие, и они все связаны. Их очень мало. Но у нас в государстве нет структуры, которая бы могла мобилизовать людей. А у нас есть еще пока такие, которые государственники, которые... Рубин Гуда у нас очень много. Их надо просто собрать. Нужна воля президента. Если президент будет заинтересован в том, чтобы действительно бороться с коррупцией, то это можно победить только при помощи активной общественности, которая должна быть при президенте Молдова. Ну, хотелось бы нас все время ставить перед выбором, особенно сейчас, ведь накануне президентских выборов надо сделать, то есть отдать свой голос, выполнить гражданский долг. И каждый раз мы стоим перед... То есть беря бюллетень в руки, стоишь перед выбором. За кого я сегодня голосую? Два слова. Вы знаете, я не хочу ничего сказать о Майе Сандоу плохого. Она сама еще не понимает, куда ее поставили. Я ведь на пресс-конференции показывал, вся команда 13-х годов, она осталась без верхушки. Филата посадили, а на верхушке это как пирамида. Верхушку отрезали и убрали. И сейчас Майю Санду как матрешку взяли сверху на эту пирамиду поставили. И вся команда ЛДП И вся команда вот эта коррумпирна, Хатиняну, профессор, этот коррупционер, этот взяточник, который сколько погубил людей. Мы три года, вот я три года в моей семье, мы добиваемся, чтобы его освободили из-под депутатской неприкосновенности, чтобы он сел в тюрьму вместе с Филатом. Это убийца-хирург, которого близко нельзя подпускать к больным. Я материалы выкопал, сколько у него после его оперативного мешать, что все люди умерли. И я три года в прокуратуре требую, давайте возбудите и берете у меня уголовные дела за то, что я клевещу. Я думал, он выйдет в парламент и скажет, Делищин меня оклеветал, оболгал, я подам на него в суд. Я специально его провоцирую, специально его вызываю. Выходи из парламента, выходи на ковер. И на суде я приведу толпу людей, которые расскажут, какой он взяточник. За тысячу долларов он лишил человека жизни. Берет тысячу долларов, оперирует, больной это как мясник. И я публично делаю, вы помните, я гроб выставил перед офисом, когда меня освободили под арест, я взял гроб настоящий и выставил под арестом под офисом у Филата с требованием отдай Хатиняну мне, отдай мне Хатиняну. И что? Хатиняну сидит в парламенте. Поэтому вся эта команда, которая сейчас вокруг Майя Санду, извините, будь малая, кто убил? Вы мне хотите рассказать как военному человеку, что человек дважды стрелял себя в грудь? Это все с окружения Филата его кокнули. А Бутмалай за несколько дней до смерти, когда он умер, когда его убили, а я это заявляю еще раз, его убили. Все это чушь, что не могут найти убийцу, что не могут определить, он сам себя стрелял. Ну какой дебил поверить, что дважды себе в грудь можно стрелять? Вы о чем говорите? Бутмалай, бывший полицейский, если уж он решил свести счеты, то он знает, куда стрелять и как не мучиться, один выстрел человека нет. О ком рассказывать? И все это замяли. Поэтому я считаю, что там не все, там есть люди в окружении, извините, давайте я вам один случай коротко расскажу. Когда я докажу то, что я сейчас сказал. Когда известное было день рождения, где я Филату подарил, это был мальчишник, мне так сказали, и мальчишник сегодня приходит. Я люблю приколы, я люблю юмор. Я ему подарил гуся и подарил статуэтку турецкую, которая символизирует в народе символ здоровья. Но когда я пришел на этом мальчишнике и увидел толпу, и я знаю многих, это бандюганы, контрабандисты, я не выдержал, подхожу к нему, я не мог промолчать, подхожу к нему и говорю, Влад, ты мне скажи, пожалуйста, что эти бандюганы делают у тебя на мальчишнике, где день рождения твое. Там стоит этот, Танасис Александр, сейчас нынешний, там Нагачевский, то есть, та команда, которая была с самого начала. Знаете, что мне Филат сказал? Наклонился мне на ухо, чтобы никто не слышал. И говорит, Федор, я их терпеть не могу, но они мне нужны. Вы поняли, кем он на себя окружил? И вот эти все бандюганы, которые он пригрел вокруг себя, его носили на руках, он вообще потерял чувство ориентации, у него даже не сработало чувство собственной безопасности. Он даже не понимал, что его арестуют, что он тупо пришел к заседанию парламента, он хотел убить информационно весь народ, взорвать, как он сказал, политическую элиту Молдовы, и где его взрыв, где-то атомная бомбочка или та граната. В изоляторе времени. Вот и все. То есть, я просто хочу сказать, что те, кто остались без головы и при соске вокруг филата, они его сдали, они его спалили, они сегодня нашли другую жертву. А Майю Санду, мне жалко по-человечески ее, но она даже не представляет, что с ней сделают. Понимаю. Спасибо вам за сегодняшний разговор, ну и надеюсь, что зрителям он был так же интересен и поучителен, и желаю успеха в этом сложном, но по-человечески важном деле. Будем драться. Будем. Вы смотрели программу, персональный акцент. У нас в гостях был председатель общественной ассоциации Молдова МЯ Федор Гелич. Следите за эфиром, и будет интересно. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok